Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Я бы хотела рассказать о таком растении, которое вы все встречали неоднократно в своем саду. Многие считают его назойливым сорняком, но это растение очень ценное и полезное. Это мокрица. На самом деле название мокрица не совсем корректное название. Ботанически это растение называется звещатка средняя. Она относится к роду звещатка, и среди представителей этой рода есть растения многолетние, очень декоративные и интересные. Ну, а звещатке средняя досталась незавидная роль растения, которое все топчут, все рвут и вспоминают недобрыми словами, когда выходят в огород после длительных дождей. Мокрица и называют это растение в народе за то, что оно чаще всего произрастает на хорошо увлажненных почвах, хорошо растет после длительных, продолжительных дождей, а также накануне дождя на листочках мокрицы, на кончиках появляются капельки влаги. Она как бы плачет. Но это все не так важно, как важно то, что мы это растение можем применить с пользой для себя. Прежде всего, самое первое применение этого растения, оно характерно для тех мест, где люди продолжают содержать домашнюю живность. Вообще, как бы мокрица одно из растений, которые содержат наибольшее количество витаминов, способствующих улучшению продуктивности домашней птицы и домашнего скота. Мокрицу очень хорошо добавлять в корм курицам и прочие домашние птицы, а также свиноматкам, поскольку в листьях мокрицы содержится огромное количество фолиевой кислоты. Это витамин, который отвечает за репродуктивные функции как у человека, так и у животных. В связи с этим, в принципе, это растение, оно вполне съедобно. И если у вас достаточно чистый участок, вы можете сорвать это растение не с большим кумом земли, то до начала цветения мокрицу, до сих пор во многих районах Армении ее собирают, используют, также в некоторых местах Белоруссии используют ее в пищу. Это растение пригодно для приготовления лепешек с начинкой, для приготовления салатов. Можно использовать ее как шпинат. Она по вкусу имеет достаточно нейтральный вкус, похожий на вкус шпината. Кроме фолиевой кислоты в ней содержится витамин С, каротин содержится, то есть провитамин А. То есть это достаточно полезная витаминная пища, не имеющая неприятного вкуса, не имеющая неприятных последствий. Но кроме пищевого значения и того, что это сорное растение, мокрица имеет медицинское значение. Научно не доказано пока вот это применение, но многие люди, которые страдают артритом, артрозом, отмечают действительно положительное воздействие компрессов из мокрицы, из травы мокрицы, которые накладываются на воспаленные суставы. Как это делается? Срываете траву мокрицы, обмываете ее от песка, от грязи, немножко обсушиваете, чтобы она не была мокрая. И поскольку она такая мягкая, ее не надо ни сжимать, ничего, просто укутываете свои воспаленные суставы и закрепляете марлевой повязочкой. На ночь вот такие компрессы, если по делу о течение недели-двух, то в принципе вот это воспаление, оно эффективно достаточно снимается. Если стадия артроза не очень запущенная, то получается, ну, останавливается прогрессирование болезни. В принципе, в сезон роста мокрицы, если регулярно делать вот эти компрессы, то к осени поления существенные, они проходят полностью. И до весны можно жить вполне спокойно. Этот рецепт широко использовала моя бабушка, и он показал свою эффективность в действии. Я надеюсь, что, зная вот эти небольшие секреты, вы будете более снисходительно относиться к этому растению, которое поселилось в вашем саду, и найдете ему достойное применение. Если у вас возникают какие-то вопросы по нашему видео, задавайте, пожалуйста, их в комментариях. Я буду рада ответить на них. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова